В модных кругах эта команда известна своим участием в различного рода проектах, масштабных и локальных, собственных и организованных кем-то еще. Сегодняшний праздник уютный и семейный. Повод три года со дня открытия. За эти три года столько проектов было, такое ощущение, что мы уже лет 15 работаем. У нас очень дружный коллектив. Это дорогого стоит. Это моя вторая семья. Мы дружим уже три года практически с открытия этого замечательного салона красоты, который с завидной периодичностью помогает нам во всех проектах. Команда творческая, команда интересная. И это всегда подкупает, когда тебя приглашают на мероприятие, когда помимо того, что идет работа в салоне, есть еще какие-то фэшн-вечеринки. Я пришел за супругой, захожу, мне говорят, добрый день, вы не хотите воспользоваться нашими услугами. Весь прикол в том, что я с утра подстригся, после этого антикомплименты к ним и хожу. Здесь очень приветливый персонал, доброжелательный, можно сказать, мои друзья уже. Я здесь как-то у нас. Еще салон Буфа известен тем, что готовит к эфиру ведущих новостей 31 канала. То, что подкупает, когда сюда заходишь, это всегда атмосфера позитива. Всегда встречают лучезарные улыбки. Настроение сразу же поднимается. И плюс во время того, когда ты... Сам процесс происходит в стрижке, когда тебе укладывают прическу, твой партнер, собственно, становится уже твоим другом. Пусть впереди будет долгая дорога и всегда с успехами, чтобы было много приятных клиентов. Желаю только расширяться и в условиях кризиса еще и процветать. Высокого полета, как лесовой в первую очередь. Дай Бог им удачи в бизнесе и начинания. Побольше клиентов, новых творческих идей, развития, расширения, а также всяких разных фэшн-мероприятий, которые мы с удовольствием будем посещать. Пожеланий в тот вечер звучало много. И связаны они были не только с материальным. Ведь самое, пожалуй, ценное у этой команды их корпоративный дух и творческая составляющая. Способность не только вести красоту, но и настраивать на оптимизм и вдохновлять.